Привет! Каждый из нас время от времени сталкивается с грубостью. Кто-то наблюдает ее проявления со стороны, а кому-то постоянно приходится выслушивать грубые и обидные слова в свой адрес. Не так обидно забыть дома нужную вещь, как обидно услышать в свой адрес грубые, ничем не обоснованные слова. Не так тяжело выполнять новое задание, как тяжело работать в скандальной атмосфере, где все кричат и грубят друг к другу. Как же правильно реагировать на грубость, попробуем разобраться сегодня. Почему люди грубят? Психологи уверены, что при помощи хамства, упрямства и грубости человек пытается заставить окружающих уважать себя. Так можно значительно поднять статус и показать силу. На самом деле это свидетельство человеческой слабости. У грубияна недостаточно терпения, культуры, достоинства, уверенности, чтобы завоевать расположение иными способами. Это зависит от культуры. Уровень культуры этого человека, почему он грубит, почему он говорит грубо, жестко, некрасиво и употребляет скверные слова. Потому что уровень его культуры, его воспитания очень низкий. А стоит ли вообще отвечать на грубость? Если люди бурно реагируют на колкость и оскорбления, грубияну хочется этих людей разломать. Если же потерпевший остается спокойным, приставать к нему в следующий раз уже не захочется. Такие реакции особенно ярко можно пронаблюдать у детей. Поэтому если вы не будете реагировать на грубость, как того хочется обидчику, он очень скоро оставит вас в покое. Не реагировать и научиться это делать. Не реагировать на грубые слова. Иногда реагировать на грубость все-таки нужно. Порой нас выбивают из колеи бестактные вопросы или утверждения знакомых и незнакомых людей. А почему ты еще не замужем? А сколько тебе лет? О, да ты снова поправилась? Как реагировать на подобные выпады? Лучшим выходом будет ответ вопросом на вопрос. Вы можете спросить, почему вас это интересует? Или зачем вам знать такие подробности из моей личной жизни? А то и вежливо сказать. Извините, но я отвечать не хочу. Получается и прямо, и вежливо. В Библии очень хорошо. Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую. И многие буквально это воспринимают и думают, что ну вот, ответь, значит ты не выполняешь правила. Но Бог сказал, что если ты будешь безответственно относиться к этой ситуации, ты можешь потерять духовное равновесие. Но как реагировать на грубость? Как не потерять то самое духовное равновесие? Культурный человек сделает вид, что он ничего не слышит. До этого состояния нужно дорасти. Легче ответить, чем сдержаться. Если муж, приходя с работы домой, грубит жене, не следует сразу накидываться с ответными словесными ударами. Одна женщина мне говорила, что она отвечала мужу так. Может быть ты и прав. И все. Больше она ничего не говорила. То есть он ей говорил, там что-то такое резкое такое сказал, а она только ответила спокойно. Может быть ты и прав. И все. И больше ничего. Это его ошарашило. Он стоит и смотрит. Все. Ответа нет. Подставил человек к щеку. У него это раз и он стух. Аж со свистом стух. И все. Потом он просит возможно прощения. Они говорят многие женщины. Потом он извиняется. Стоит на коленях. Просит прощения. Но в этот момент он не умеет себя держать в руках. Вот еще несколько методов, как реагировать на грубость посторонних. Не замечать. Пожалеть. Загрузить философии. Или ответить шуткой. А в целом христианские психологи рекомендуют помолиться за таких людей. Ведь когда человек грубит вам, он несчастен в этот момент. Счастливое не распространяет негатив. Вы не знаете, что сделало его таким грубияном. Поэтому пожалейте человека и отнеситесь с пониманием. С вами была рубрика «Аксиома любви». И помните, обиды и негодования похожи на яд, который пьете вы в надежде на то, что отравятся другие. Счастье начинается с прощения.